МФЦ Нинецкого округа признан одним из лучших в России по итогам 2020 года. Итоги ежегодного всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России» объявил заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев. Нинецкий МФЦ стал победителем в номинации «Лучший МФЦ в категории МФЦ средних городов» наряду с учреждениями Республики Башкортостан и Алтайского края. В 2020 году учреждению пришлось работать в условиях пандемии. Была организована бесперебойная работа по предоставлению не только социально значимых, но и всего перечня государственных услуг. По итогам прошлого года в МФЦ обработано более 83 тысяч обращений. Из них больше половины касались получения государственных услуг. Жители Нинецкого округа приходят в центр зарегистрировать недвижимость, оформить прописку, установить субсидии на оплату коммунальных услуг, получить паспорт и многое другое. Всероссийский конкурс «Лучший многофункциональный центр России» проводится с 2014 года. Его проводит Минэкономразвитие Российской Федерации в соответствии с распоряжением правительства. В нем ежегодно участвует около 70 субъектов Российской Федерации. Многофункциональный центр Нинецкого округа принимает участие в конкурсе уже шестой год. Он неоднократно отмечается среди центров с наиболее высоким рейтингом. Как сообщили в Департаменте образования, культуры и спорта, записать ребенка на дополнительные общеобразовательные программы, кружки и секции можно дистанционно через региональный информационный портал «Навигатор». Система позволяет родителям, не выходя из дома, узнать подробную информацию обо всех объединениях, кружках, секциях, учреждениях дополнительного образования, познакомиться с ними, выбрать подходящую и записать ребенка. Кроме того, на портале можно ознакомиться с отзывами родителей и оценить качество услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования. На портале «Навигатор» собраны все услуги дополнительного образования, которые предоставляют региональные учреждения образования, а именно Дворец Порта Норд, Детская школа искусств, Детско-юношеский центр «Лидер», Спортивная школа Олимпийского резерва «Труд», Общеобразовательные организации, Детские сады и частные организации. Для записи ребенка на ту или иную секцию через портал необходимо на сайте зарегистрировать учетную запись, далее выбрать понравившуюся программу, группу и оставить заявку. После рассмотрения заявки на электронную почту заявителя или на мобильный телефон указанных заявлений придет сообщение о принятом решении по заявке. Портал создан Департаментом образования, культуры и спорта НАУ в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. Производство молока в Ненецком автономном округе увеличилось на 3%. Как пояснили в Департаменте природных ресурсов, экологии и АПК Ненецкого округа, животноводческие организации региона за первое полугодие 2021 года надоели 1977 тонн молока. Это на 3% или на 60 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. По информации профильного ведомства, за первые 6 месяцев 2021-го в сельхозорганизациях и крестьянских фермерских хозяйствах валовый надой молока составил 1977 тонн. Больше половины общего удоя по региону обеспечили фермы Ненецкой агропромышленной компании. Предприятие является самым крупным животноводческим хозяйством региона и регулярно показывает рост производственных показателей. Средний удой на фуражную корову в отдельных хозяйствах значительно различается. Лидерами по данному показателю являются Ненецкая агропромышленная компания и СПК «Харп». Росту производственных показателей аграриев способствует в том числе государственная поддержка. В 2021 году на господдержку молочного животноводства из окружного бюджета будет направлено более 140 миллионов рублей. В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения медицинской организации региона оснащаются и переоснащаются новым медоборудованием, необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи. В течение года на средства окружного и федерального бюджетов будет приобретено 27 единиц медицинского оборудования. Большая часть из них уже поступила в регион. За первое полугодие в медорганизацию округа поступило 19 наименований оборудования. В Ненецкую окружную больницу доставлены хирургические светильники, кардиосинхронизированные дефибрилляторы, аппараты холтеровского мониторирования сердечного ритма, фитальные мониторы, рефрактометр и рентгеновский маммографический аппарат. В августе ожидается поставка смотрового цитоскопа и кальпоскопа. До конца года в больницу поступит ультразвуковой сканер, рентгеновские аппараты для флюорографии легких и остеоденситометрии. Центральная районная поликлиника закупила маммограф, флюорограф, электрокардиограф и хирургические светильники. В начале года в рамках реализации программы в округ было также поставлено три автомобиля для доставки медработников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований. Два из них были переданы Ненецкой окружной больнице, один – Центральной районной поликлинике. На оснащение медицинских организаций оборудованием для оказания медицинской помощи в 2021 году из окружного и федерального бюджетов предусмотрено 80,5 миллионов рублей. Большая часть средств, это 71,5 миллиона, выделены из федерального бюджета в рамках субсидий на софинансирование расходных обязательств НАО, возникающих при реализации мероприятий программы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Регионального значения Наринмар Искателей началась в 2019 году. Подрядчиком выступает компания СНК «Строй». С ней заключен контракт на сумму 493 миллиона рублей. Большая часть финансирования – средства федерального бюджета. Согласно контракту, срок завершения работ – 1 октября 2021 года. На объекте выполнены работы по устройству части тротуаров и велодорожек, установлены остановочные павильоны, выполнены работы по устройству освещения, обустройству парковочных мест, а также работы по устройству металлического ограждения из профлиста вдоль частного сектора в районе Сахалина. К октябрю подрядчик планирует завершить работы по устройству тротуаров и велодорожек, барьерного ограждения, по асфальтированию дополнительных полос и съездов автомобильной дороги, обустройству ливневой канализации. Протяженность автомобильной дороги Наринмар Искателей составляет свыше 7 километров. Ненецкий округ получит 9 миллионов рублей из федерального бюджета на поддержку системы здравоохранения. Денежные средства будут выделены из резервного фонда правительства Российской Федерации всем регионам страны, в том числе и Ненецкому округу. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Нишустин. На эти цели субъектам Российской Федерации выделено более 85 миллиардов рублей. Эти средства повысят запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь. В Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты НАУ сообщили, что средства будут направлены на оплату медицинской помощи пациентам с COVID. Они предназначены для использования в системе обязательного медицинского страхования, в том числе для финансового обеспечения стационарного лечения пациентов. Контроль эффективности расходования федеральных средств регионами возложен на Министерство здравоохранения Российской Федерации.